Привет! Я уже постил большую порцию утечек на свою страницу Boosty и, судя по последним официальным записям от разработчиков, та инфа подтверждается. Если интересно, чего стоит ожидать в грядущих сезонах, ссылка на статью будет в описании. Сегодняшняя тема видео также основана на утечках, но на более свежих, которые представил один из авторитетных источников, известный в сообществе, и речь в них пойдёт о летнем 22 сезоне. Как вы знаете, сейчас в Destiny 2 действует расписание, ну или модель, согласно которой новые рейды и подземелья чередуются по сезонам. То есть, если в этом сезоне у нас появился новый рейд, то в следующем появится подземелье, а через один снова рейд и так далее. В 22 сезоне мы ожидаем не полностью новый рейд, а готовимся к тому, что в игру вернётся один из ранее удалённых рейдов или рейдов из первой части. Это и до утечек было скорее фактом, чем предположением, поскольку в прошлом году, в третьем сезоне года, мы как раз получили возвращённый рейд Гибель Короля из первой части. Так вот, согласно тем самым утечкам, мы можем узнать, какой именно рейд вернётся в Destiny 2 в 22 сезоне. Я предполагаю, что если вы досмотрели до этого момента, то к спойлерам уж готовы. Это не ярость машины и не конец кроты из первой части, как бы это ни было удивительно, а все рейды на Левиафане. Согласно утечкам, в магазине Eververse появится набор Royal Return, Королевское Возвращение, назовём его так. В него войдут все рейды Левиафана и какой-то дополнительный экзотический квест. У источника не получилось добыть изображение этого набора, но по его словам, на утечках, на изображении, которое он сам видел, оружие сгруппировано по каждому рейду Левиафана. То есть он видел все награды за эти рейды. Напомню, что на Левиафане было доступно 4 рейда. Оригинальный Левиафан, 2 Логова, Пожиратель Миров и Звёздный Шпиль, а также Корона Скорби из сезона Изобилия. Также в информации подчёркивается, что с релизом набора Королевское Возвращение, Банджио решила не устраивать гонку первого дня, поскольку этот набор включает несколько рейдов. Вместо этого решили добавить новый экзотический квест, что на мой взгляд логично. Как бы эта гонка выглядела? Кто первый закроет 4 рейда за сутки? Что могу сказать? До этой инфы я был почти уверен, что летом 23 года мы получим гнев машины, но возвращение Левиафана имеет больше смысла. Левиафан уже был в Destiny 2 и вернуть его будет куда проще, чем переносить рейд из первой части и адаптировать его под вторую. А как мы уже с вами говорили, на данный момент для студии куда важнее распределить основные силы на разработку дополнения финальная форма и не отвлекаться на контент сезонов и перенос старого рейда. Тем более, что мы видели много намёков на то, что в этом году нас ждёт возвращение много другого контента, когда-то убранного в хранилище контента. Так что это тоже ещё один плюсик в теорию. Сам рейд Левиафан я не могу назвать любимым или каким-то таким, по которому я скучаю, но я знаю, что у него есть много фанатов среди игроков, так что предполагаю, что для многих эта новость скорее станет позитивной. Если вам нравятся видосы про утечки, слухи и рассуждения о таких вот предположениях, пишите в комментариях, дайте мне об этом знать и поставьте лайк. Спасибо за просмотр и за подписку на бусти. Пока.